Всем привет-привет, с вами Флэшка, и это Женские Игры, и мы продолжаем развлекаться на сборочке Modern Skyblock 3. Соскучились? Я тоже по Майнкрафтику соскучилась, но всё тяжелее и тяжелее выделять для него времечко. Спасибо вам огромное за кучу ваших полезных советов, особенно по поводу вот этой штуковины. Сейчас с ней будем разбираться, но давайте, давайте зайдем с другой стороны. Я вот мучилась с подачей по одной штучке. Нет, это решение меня вполне устраивает, хоть я и небольшой фанат ванильного редстоуна, но как бы и пускай. Но мистер Роял Аспид сказал, что какие-то в экстра-ютилитах есть какая-то штуковина, которая позволяет это сделать. И нет, обзор я не пошла смотреть, и Вики читать не пошла. Сейчас, вот сейчас. Нет, я просто потыкалась в предметы, которые здесь есть. Я нашла более-менее два подходящих предмета, то есть фильтры, сам фильтр. Да, теперь фильтр намного обширнее, мне очень нравится, что сетка стала больше, мне очень нравятся вот эти настройки, они теперь как у эндераёшного фильтра, причём продвинутого. Это очень круто. Но, к сожалению, чтобы по одному предмету оно... Нет, к сожалению, к сожалению. Но, в принципе, фильтр очень крутой. И второй предмет, что я нашла, это вот Transfer Pipe Filter. А может, просто Transfer Filter? Так, эксперименты. Может, я не то сделала? Да потому что Transfer Pipe Filter, он ставится на принимающий сундук, и он может настраивать, сейчас вам покажу, он может настраивать приоритетность. Тоже очень крутая штука. Это очень крутая штука. Фильтр плюс на входе, и я в восторге, я в дичайшем восторге, я вам честно скажу. Это очень близко вот к трубам эндераёшным. Вот то, что я прям... Ещё бы они несколько труб в один блок складывались, экстраютилитовский, так я бы вообще пищала и говорила, что ничего больше мне не надо. Но давайте попробуем ещё этот Transfer Pipe. Что, мне нужен стоун? Труба есть, мне нужен стоун. Хороший вопрос по поводу стоуна, кстати. Что, серьёзно? Нашла компресснутого штука. И давайте сделаем эту штучку и посмотрим, что это. Что это за красота? Я подозреваю, что её тоже на входе надо ставить. То есть она будет на входе определять, что туда может попасть. Давайте это отсюда уберём. То есть мы ставим... Мы включаем магнит, потому что сколько можно. Ставим обратно трубу. Это Transfer Filter. Просто Transfer Filter. Да, он сюда ставится. Окей. Single item. Все дружники написали спасибо, мистер Роял Аспид. Спасибо огромное. Это действительно то, что надо. И, о господи, экстраютилиты открываются просто новыми гранями. И, ну, вы слышите восторг в моём голосе. Всё. Всё. Больше слов не надо. Но эту конструкцию мы с вами переносим, потому что, как заметили ребята, не один, а много ребят об этом написали. И Гуард, несколько буков, которые я не запомнила. И Сергей Крылов. Восхитительная просто фамилия. Вот. Что этой штуковине не обязательно быть над бедроком. Ей надо быть пониже. Пониже. И ещё Крылов, спасибо ещё раз огромное, написал, что есть так же, вот как мы в Астралсосере искали место, где получше, так и в Эмберсе есть штуковина, которая нам покажет, где же побольше именно самого этого Эмберса. Потому что его нам понадобится много. Вот. И как-то там атмосферик. Вот это. Вот это. Ну, давайте сделаем. Что нам? Что нам стоит дом построить? Так, для этого мне понадобится меденько. Да? Меденько, железенько и редстоун. Всё. Я теперь чувствую себя таким олигархом, ребята, вот в плане ресурсов. Вы просто посмотрите. Вы просто посмотрите. Железо, золото и алмазы, это просто бомба. А вот эта штука моя, которая копает, копает. Она не копает, она создаёт. Она тоже просто великолепна. Я не знаю, что мне с этими всеми ресурсами теперь делать. Я себя чувствую маленьким ресурсным олигархом. Поэтому хотелось пошутить, но не буду. Так, есть. Есть. И как эта штука работает? Скорее всего, стрелочка просто будет менять своё положение. Видите, вот она ниже. Так, давайте включим чанки. И просто полетаем. Смотрите, вот лучше, лучше. Вот так, не так себе. Значит, надо провести некое исследование. Ну, давайте я сейчас обшарю прибрежные, так сказать, чанки. Вот тут совсем плохо смотреть. Прям ужас. Окей, сейчас обшарим. Вот посмотрите, вот здесь вот тут из всего прибрежного как бы лучше всего. Сейчас бы только запомнить. Сейчас бы только запомнить. Я ничего с собой не взяла, чтобы поставить. Ничегошеньки. Блин. Ну, по диагонали от огорода. Третий чанк по диагонали от огорода. Хорошо. Хорошо. Значит, что нам надо? Нам надо сделать, наверное, какой-то angel block. Это опять-таки у нас экстра утилита. Я не помню, делала ли я. Но думаю, что надо бы. А его, кстати, не убрали, честно. Нет, я могу смотреть прямо на блог и не видеть его. Это классика жанра, но... Мне нужны перышки и обсидиан. Я надеюсь, может, у меня перышки есть где-то. Перышки. Золотишко бы еще неплохо было бы взять. В слиточках. Золотишко, да в слиточках. О, на нехватку этих прелестей я точно теперь жаловаться не буду. Вот. И еще поделюсь с вами одной странностью. Я не знаю, почему. И, честно говоря, я потеряла тот момент, когда это случилось. Потому что я... Но вы заметили, две недели я не заходила в Minecraft. У меня почему-то выполнилось вот это вот задание. Хотя у меня даже одного этого Eldritch Insignia не было. И я не понимаю, почему вот это засчиталось. И вообще... Вот это я сдала, да. Чтобы открыть Эмберс. И открылся у меня проход к Тауму. Но почему он засчитался, я не знаю. И я все-таки намерена сделать эти штуки. Сделать эти штуки. Мы до них дойдем. Потому что это алхимия в Эмберсе. И как по мне, она чересчур сложная. И я бы хотела в ней даже чисто для себя разобраться. Вот как-то так. Значит, что нам надо? Нам надо каких-то блоков. Согласитесь, нам надо каких-то блоков. Также нам бы взять с собой сразу угля. А, что я не сделала? Ой, пошла она ставить. Подождите, подождите. Мы же с вами не сделали еще эту штуку. Об этом тоже очень многие написали. Что, чтобы увеличить количество входов-выходов в машинку, Надо сделать механикал-кор. Вот. Это я с обзора дядюшки Зига совершенно забыла. В общем, моды, которыми ты не особо пользуешься, Они как-то вылетают из головы. Это что-то не то. А вот. Механикал-кор из Эмберса. Это у нас лидовая пластинка. Это у меня стил-пластинка. А пойдемте раскатаем парочку. Может, я даже катала уже? Я, скорее всего, уже катала, но... А так, где у нас? Нет, к сожалению, пластинок. Это пластинка? Пластинка. Держи. Сделай мне красиво. Мне сейчас нужна только одна. А остальные пускай себе здесь лежат. Хорошо. И также нам понадобится компас. Так, и так. Есть. Отличненько. Закидывать уголек можно будет... Да даже хоппером. А еще бы у меня был хоппер. Вот был бы хоппер, можно было бы хоппером. Да, соглашусь. Ну, хоппера-то нет. Зато у меня есть дофигища и один сундук. Это такой очень-очень научный термин. Дофигища и один. Вот. Вроде бы все. Вроде бы все. Можно обсидиан и золотишко оставить. Вот так вот. Мы готовы? Отдай трансфер, ну да? Мы готовы. Пошли попробуем. Что это за зверь? Ну, знаете, достаточно далеко от базы. Я вот переживаю, чтобы он был подгружен. Ну, мы, возможно, с вами придумаем потом какой-то чанк-лоудер. Так. F9. Дальше. Вернем в ручки наш ресурсометр. Ресурсометр, как я говорила, от огорода. Третий чанк. Ну, вроде бы неплохо. Ну, получше, чем все остальные. И спускаемся на высоту 3-4. 3-4. Да, далеко. Ну, а что поделать? Господи, как страшно. Это уже 2. Смотрите, у нас тут прям сеточка есть. Эй! Ты должен руками ломаться, как конфеточка. Ну что, я на высоте ровно 3. Вот прям ровнее некуда. Давайте, сделаем себе тут площадочку. Эта штуковина у нас достаточно такая объемная. Так. Где наш зверь? Жмяк. Отлично. Можно забрать этот анжел-блок. Он мне еще пригодится. Хорошо было бы здесь поставить какого-то освещения. Потому что, ну, знаете, приходят всякие, требуют всякое. Ну, так себе удовольствие. Так, сверху ставим механикл-кор. Да? Честно говоря, я не помню, как эту штуку запускать. Возможно, ей не надо вот тут вот этих блоков, да? Может, убрать это? Наверное, да, стоило бы. Так, и чтобы оно заработало, ему надо подать угля. Подать жару, как говорится. Вот так вот сделаем. Ну, все, он уже что-то там делает. А здесь поставим сундучок. И в него будем, типа, забирать Эмберс. Надо ли ставить какие-то фильтры, я не знаю. Я не думаю, что оно... Все, пошла жара. Вы посмотрите, какая прелесть! Какая прелесть! Нам этой штуке понадобится невероятное количество. Вот в чем я уверена, в том уверена. Единственное, что меня волнует, это подгруженность этого всего мероприятия. Давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть какой-то Open Computers. Смотрите, есть вот такой вот chunk loader. Ну, то есть ничего сверхъестественного. Persistent Bits какой-то. Давайте запомним, сколько у нас здесь. 2 и 3. 2 и 3. Так, это уже можно отключить. Меня тоже порядком это раздражает. Вы не одни такие. И давайте попробуем сделать эту радость. Что нам понадобится? Нам понадобятся книги, алмазы, обсидиан. Книги, алмазы, обсидиан. Книги у меня, кстати, где-то есть. И эти все прелести можно скинуть. Они свою работу сделали. Так, найти книги. Спасибо огородам. Книжки есть. Возможно, у меня где-то еще вываливаются с этих сумочек, но фиг с ним. Итак, давайте сделаем сразу несколько. Почему бы и нет, я не знаю, 4. Знаете, когда ты не сильно ограничен в ресурсах, ты себе позволяешь всякое. Иногда даже лишнего. Так, а где мой эндер перлинки? Опа. Эндер, иди сюда. Я не знаю, сборка, вот для тех, кто начал играть еще с самого-самого начала, она поначалу была не такой жесткой, как она есть сейчас. Потому что автора как-то колбазит с одной стороны в другую. И она то добавляет всякие плюшки, то убирает всякие плюшки. В общем, очень непонятно, что происходит со сборкой. Поэтому велика вероятность того, что люди, которые начали играть только сейчас, они поначалу сталкиваются с совершенно другими проблемами. Достаточно далеко. Но я бы, например, так далеко не работала. Ну, будь я машинка, я бы посчитала, что я не подгружена. Я правда не знаю, как это... Мне лень изучать, как это работает в ванильном, в модированном Майнкрафте, как оно вотчитывает. Но нет, оно работало и без меня. Но все равно, давайте поставим здесь чанк-лодер, пускай себе подгружает. Так, мне интересно, этот чанк-лодер... Это... Это... Это все, что он... Что? Не поняла. Это у него такой радиус работы? Чего? Ничего себе. Ничего себе. А у тебя нету какой-то уменьшенной версии? Так, убрать, убрать, показывать. Это у нас Persistent Bits. Впервые слышу. Такие... Нет, это... Это мод одного блока. Хорошо. Хорошо. Очень круто. Очень круто. На самом деле. Непонятно. Эмбер грит. И вот это. Интересно, сколько оно еще накопает. Так, у тебя с угольком все нормально? Нормально. Расход угля у него такой щадящий, я бы сказала. Щадящий. Эмбер, наверное, здесь оставим, где у меня весь эмбер тусуется. Да? Оставим это здесь. Очень много вот таких вот вещей сейчас в сборке. Даже я вам сейчас покажу вот тут вот задание. Heavy Machines вот здесь. Здесь непонятно, что от меня хотят, что надо сделать и к чему стремиться. Итак, мы с вами проблему Эмбера решили. Это прекрасно. Проблему алмазов и вообще ресурсов добываемых, грубо говоря, из ниоткуда тоже решили. Ресурсы из ниоткуда, алмазы из ниоткуда. Это все прелестно. Проблему запитки всей этой радости тоже решили. Это тоже восхитительно. Так, хотелось бы забрать здесь награду, конечно же. И, кстати, мы можем пооткрывать сундучки. Можем пооткрывать, но чутка позже. Что у нас еще есть с Эмберса, к чему мы должны стремиться? Итак, вот эти Inferno Forge, надо ли ее делать? Почему здесь вот этот значок нарисован? Я, честно говоря, не сильно понимаю. Возможно, там будет переключаться куда-то задание, но я пока что этого не вижу. Давайте посмотрим, что такое Inferno Forge и что я могу для этого сделать. Inferno Forge. Вот эта красоточка. Она делается из копера, из карминита, из ренплейтов. Ужас, ужас, ужас. Даунстоун. А сколько у меня этого Даунстоуна есть? Хороший вопрос. А я все, что сделала, я как бы забрала с собой, да? Нам надо зарядить тогда все. Нам надо зарядить наши вот эти штучки. Но я убрала от них все хопперы. Хопперы восстановлены. Отличненько. Нам надо зарядить эту штуку. Бегите, глупцы. Отлично. Можно уже не бежать. Расслабьтесь, глупцы. Вот. Зарядим этих красавицей. Пускай она себе работает. Вот. Но у нас как бы жижа должна была поступать. Мне кажется, она куда-то делась. У нас тут пустые тэнки. Я что, доработала это все, что здесь было? Или не докидала просто? Окей, давайте поищем, где у меня Даунстоун еще есть. Есть ли он у меня вообще? Так, куда флешка могла спрятать Даунстоун? Это все, что у меня есть. Надо было подождать. У меня совсем чуть-чуть вот это карминита. Пластиночек. Как-то всего. Я механикал-кор даже делала. Видимо, книжка даже мне подсказывала, что их надо сделать. Но я слишком упертая маленькая девочка, чтобы вот... Ну что ж, нам нужен Даунстоун. Отставить спешить с Даунстоуном. Смотрите. У этой инфернопечки есть вот такой вот вилдфайеркор. Ядро дикого огня. Звучит вообще эпичненько. Смотрите. Эмберс кристалл кластер. Это все делается через алхимию. Так что, пока я здесь стою, давайте посмотрим, что нас двигает в эту сторону. Вот это. Алхимия с Эмберсом. И надо сделать все вот эти составляющие. Кстати, какой-то Эмберс фунул. Такое, короче, приспособление для разделения вот этих Эмберс лучей. И для концентрации. Вот этот собирает, а этот потом разделяет. Так себе фига тень. Она мне сейчас точно не нужна. Мне надо, наверное, вот это все, что здесь вот требуется. Аспекты. Аспекты. Хорошо. Аспекты делаются через Эмберс. Хорошо. Давайте просто зайдем в Эмберс и посмотрим, какие там есть эти аспекты. Мне надо всех сделать по чуть-чуть. Раз, два, три, четыре, пять. Чем они отличаются? Чем они отличаются и в чем они делаются? Оно в стемпере делается, ребята. Оно в стемпере делается, значит, мне надо будет использовать как-то... Оно у меня еще не очистилось здесь. Че, че, Эмберс закончился. Да, он все сожрал. Ничего себе. У меня закончился Эмберс. Мне надо будет сначала вылить этот даунстоун, а потом делать аспекты. Хорошо, хорошо. С этим понятно. Понятно. Значит, каждый из аспектов это... Это другая жидкость, но всегда Эмбершард. Другая жидкость, но всегда Эмбершард. И каких-то мне надо будет сделать больше, потому что нам надо делать вот эти штучки. И нужны лидовые и коперные. Коперные, да? Даже даунстоу... Ужас какой! Вот эту даунстоуну надо будет просто... А то сколько? Хорошо. С этим вопросом мы решили. Угу. Аж. Для пепла. Хорошо. А как эта штука делается? Я могу ее сейчас сделать? Она делается просто. Она делается из лит пластин, Сильверлинготов и Корминет Блока. Хорошо. Это я могу сделать. Она... Но пишет, что мне нужна одна. И вот говорят, что надо 16 этого Эш сделать. Что за Эш? Алхимические отходы. Либо же какой-то... Какой-то меч разбить. Странно. Странно. И что еще? Бим Кэнон. Для активации нашей вот этой штучки. Очень странная штуковина. Приспособуха. Вот. Бим Кэнон. Здесь также нужен Даунстоун. Копор. Пластинки. И Эмбер Класс. Мне кажется, что этого Корминета надо сделать еще больше. Но вопрос остается таким же. Нам надо больше Эмберса. Значительно больше. Мне интересно, ты еще мне накопал или же... Ну, ты копаешь усердно. Да. Соглашусь. Но расходу я его так же усердно, как ты его копаешь. Оки-доки. Оки-доки. Значит, вот эта штука должна немножечко поработать. А мы должны немножечко подождать, пока она выполнит все свои задания. Хорошо. Хорошо. Ждем тогда, когда эта штучка освободится и мы с вами наберем достаточно даунстоуна вот этого закатного металла. А чтобы... Как-то вы его называли там по-умному. Есть у него какое-то название. Наберем этого металла, чтобы продолжить с Эмберсом. Но у нас как бы и других из дел здесь есть много. Мы можем позаниматься чем-то другим. Но это уже будет в следующей серии. На сегодня, думаю, хватит. Да, я буду подкапливать всяческих вот этих штуковин. А вам пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok